МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Лидер государства должен быть живее всех живых. От того, как он выглядит, что говорит, и, главное, как себя чувствует, зависит стабильность политической ситуации в стране и в мире. На встречах лидеры широко улыбаются, демонстрируют отменное здоровье и источают оптимизм. Однако мало кто знает, большинство известных политиков серьезно больны, и многие смертельно. Как вы думаете, какая информация самая дорогая? Нет, не данные о расположении ядерных объектов. И даже не стратегический план военного реагирования. Информация о здоровье главы государства стоит миллионы. А сведения о том, как подобраться к главе государства, миллиарды. Медицинская разведка – единственная профессия, в которой информация стоит дороже человеческой жизни. Сегодня в программе. Сенсационная правда о том, почему 59-летний Александр Лукашенко не болеет и не стареет. Откуда ресурсы у Лукашенко? Кто и как травил бывшего президента Украины Виктора Ющенко? Драги везде. Драги ближайшие сотрудники. Почему президент Венесуэлы Уго Чавес заболел раком сразу после того, как выгнал из страны американских инвесторов? Можно заразить только тем раком, который вызывает всем вирусом. Секретные технологии спецслужб. Шокирующая правда о том, как шпионы в белых халатах изучают болезни мировых лидеров. Это свина, это пот, ну и, конечно, экскремен. Как с помощью советской медицины вербовали иностранных руководителей? Эксклюзивное интервью бывшего кремлевского врача Евгения Чазова. Знаете, что это значит для нашего государства? Женская ревность или правда о смертельной болезни Кеннеди? За что убили Мэрилин Монро? А вот от чудовищных болей помогали только уколы морфина. И таблетка бессмертия. Миф или секретный проект КГБ? Это была самая выдающаяся операция. В новом проекте «Тайны мира» с Анной Чапман. Разоблачение. Вы хотите знать скандальные факты? Неизвестные подробности громких дел? Всю правду, без цензуры. Сначала подумайте. Мы действительно к этому готовы. Это Анна Чапман и мое разоблачение. Сколько может стоить медицинская карта? Миллионы долларов, если только вне информации о здоровье президента. Чем болеют и от чего умирают сильные миры сего? За этими сведениями идет беспрерывная охота. Агенты в белых халатах – особое подразделение в составе спецслужб. Они крадут секреты, спасают жизни и сводят в могилу. Сегодня я расскажу всю правду о медицинской разведке. Каждый день в прессе появляется информация о внезапной болезни того или иного лидера. Рак Уга Чавеса, отравление Виктора Ющенко, загадочная смерть Ясера Арафата. Слишком много тайн вокруг этого. В ЦРУ с 1972 года есть вот этот отдел, который занимается отслеживанием здоровья лидеров других стран, потому что от этого зависит состояние в этой стране. То есть, что там происходит, борьба за власть, отношение к нам или против нас. Огромное количество документов, огромные деньги. Агенты в белых халатах – самое засекреченное подразделение в ЦРУ. Руководство США отрицает его существование. Однако попавшие в интернет документы прямо указывают – каждый год из бюджета страны выделяется свыше 10 миллиардов долларов на медицинские исследования, проводимые в ЦРУ. Почему-то в официальных документах эти деньги отсутствуют. Существует версия – эта гигантская сумма направлена на разработку новых уникальных ядов, создаваемых индивидуально для каждого известного политика в мире. Ни бюджеты, ни программы никому неизвестны. То, что публикуется, это может быть отвлекающая информация. Возможности подразделения безграничны. С помощью подкупа и шантажа спецагенты могут проникать на самый засекреченный объект, имея лишь одну цель – превратить здорового президента в инвалида. Или в некоторых отдельных случаях убить. Недавно в западной прессе появились сведения о состоянии здоровья Владимира Путина. Казалось бы, отличная физическая форма нашего президента и отсутствие вредных привычек не дают повода обсуждать его здоровье. Однако агенты в белых халатах работают, не покладая рук. В течение последних 20 лет на постсоветском пространстве ведется работа по замене неугодных лидеров на лояльных Западу. Кто-то из них уже мертв, кто-то отстранен от власти. Пожалуй, самым неугодным является президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ведь он не просто жив и полон сил. В 2010 году Лукашенко в четвертый раз стал президентом Белоруссии. Для того, чтобы не допустить этого, два года назад ЦРУ прибегло к услугам своего самого засекреченного подразделения. Цианистый калий часто используют при покушениях. Он легко растворяется в воде. А смерть наступает практически мгновенно. Клиники, где лечат первых лиц государства, объекты повышенной секретности. Чужаку сюда не проникнуть. Но для агентов в белых халатах нет ничего невозможного. Если агенту не удалось уйти, капсула с тем же ядом предотвратит утечку информации. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Однако оппозиционные белорусские газеты утверждают, отравление Лукашенко цианидом далеко не единичный случай. Первое покушение на президента произошло еще в 1999 году, когда во время официального приема его попытались отравить с помощью любимого брусничного морса. Целых полтора месяца Александр Лукашенко не появлялся на публике. А глава МВД Белоруссии Валентин Агалец был снят с должности и отправлен послом в Узбекистан. Все воспринимается как уроза. То есть вообще воспринимается, что уроз сплошные враги. Враги и ближайшие сотрудники. Естественно, это разжигает страсти. Все долго ходят, пишут докладные и доносы. Во время официального визита в Таджикистан в следующем 2000 году распространили слухи, что на Лукашенко был опробован новый вид наркотика, вызывающий мгновенное привыкание и приводящий к атрофии мышечной ткани. И снова покушение не удалось. Белорусский президент как будто демонстративно начал появляться на всех спортивных состязаниях, принимать участие в любительских хоккейных матчах, массовых марафонах и всячески демонстрировать отличную физическую форму. Здоровье авторитарного деяния – элемент легитимности, право его на власть. В 2008 году во время праздничного концерта в Минске прогремел взрыв. Устройство сработало всего в 300 метрах от главы государства. Мало кто знает, за покушением по-прежнему стояли спецагенты в белых халатах. Взрыв был способом распылить новое психотропное вещество, с помощью которого ЦРУ пыталось заставить прогрессировать старую болезнь президента – мозаичную психопатию. Нетрудно предположить, что там было в голове Лукашенко, когда он пришел со своим сыном на это место взрыва, что противоречит всем требованиям безопасности. Психолог-физиогномист Олег Журавлев утверждает, что по фотографиям человека можно диагностировать любые недуги. Поразительно, но здоровье пережившего несколько отравлений Александра Лукашенко не вызывает у него никаких опасений. О том, что у Лукашенко хорошее здоровье, свидетельствует то, что у него достаточно гладкая кожа, что у него практически отсутствуют какие-то наросты, какие-то образования на лице, которые могли бы сигнализировать о каких-то проблемах. Он может практически сам себя вылечить без всяких врачей, без всяких таблеток. Поразительно, но если посмотреть на фотографии белорусского президента, то станет заметно, что год от года он выглядит все лучше и лучше. Некоторые утверждают, что внешность Лукашенко – работа пластических хирургов, а удачные фотографии – это фотошоп. Но откуда тогда берется внутренняя энергия? Ведь даже самые злостные противники Лукашенко называют его одним из самых энергичных мировых лидеров. Ничего удивительного в том, что Александр Лукашенко правит уже 18 лет. Главное для диктатора – это всегда перейти моральные какие-то границы. Вот он эти границы перешел и делает то, что ни один нормальный политик никогда бы в жизни не делал. В 2012 году Александр Лукашенко посетил Венесуэлу. Он представил президенту Уго Чавесу 7-летнего сына Колю, назвав его своим преемником, и сообщил, что намерен оставаться у власти столько, сколько потребуется. Выглядел он при этом прекрасно. Существует мнение, что Лукашенко имеет доступ к секретному медицинскому препарату, разработка которого началась в Советском Союзе, еще при Сталине. В документах КГБ это чудо-лекарство именуют таблеткой бессмертия. Смотрите далее. Почему со времен Сталина один из самых тщательно охраняемых объектов Кремля – канализация? Об этом разве кто-нибудь скажет? Это же строжайшая тайна. Загадочная смерть Ясера Арафата. Что именно обнаружили следователи во время эксгумации? Был некий мотив для его устранения. Кто и как травил бывшего украинского президента Виктора Ющенко? И почему результат превзошел все ожидания? Это была уже придумана некая версия про злодеев. И почему латиноамериканские президенты друг за другом умирают от рака? Кто против Америки в США, все вдруг заболели. В новом проекте «Тайны мира» с Анной Чапман. Разоблачение. Сразу после рекламы. Человек есть то, что он ест. Это популярное зречение принадлежит Людвигу Фейербаху. Немецкий философ и представить себе не мог, на какую идею спустя полвека он натолкнет своего почитателя – Иосифа Сталина. Известно, что боязнь Сталина заговоров доходила до паранойи. Но мало кто знает, что эта паранойя была искусственно вызвана немецкими спецагентами в белых халатах накануне Великой Отечественной войны по личному приказу Гитлера. Упоминание об этом содержится в секретных документах германской разведки. Это покажется невероятным, но бумага, на которой был подписан знаменитый договор Молотова-Риббентропа, была пропитана специальным веществом, способным вызывать кровоизлияние в мозг. Причем самому Молотову был тайно введен антидот. Ведь кто-то должен был передать документ непосредственно Сталину. Врачам удалось спасти жизнь вождя, но побочный эффект в виде галлюцинации и чувства постоянной тревоги остался. Сталина на Западе считали глубоко больным и скоро умрущим человеком. И все время вот эта тема, что он скоро умрет, кто преемник, она все 30-е годы в западной прессе обсуждалась. Это секретный документ из архивов НКВД. На нем изображена схема, созданная по приказу Сталина, уникальной системой кремлевской канализации. Опасаясь, что его отходы могут быть использованы иностранными агентами для получения сведений о его здоровье, Сталин создал замкнутую, циркулирующую систему, не имеющую внешнего выхода. Была создана целая научная лаборатория по изучению человеческих отходов. В лабораториях НКВД в 30-е годы началось исследование психики человека, его достоинств, способностей через экскреты. Ну, экскреты – это то, что выделяет вообще человеческий организм. Это слюна, это пот, это углекислый газ, ну и в том числе, конечно, экскременты. Первым пациентом этой лаборатории, не подозревая, об этом стал лидер советского Китая, председатель Мао Цзэду. Уважаемый пациент Мао, товарищ Сталин пока не может вас принять. Вам придется еще немного подождать. В 1949 году Мао был приглашен в Советский Союз для личной встречи со Сталиным. Но хитрый китаец Мао даже не представлял, с кем ему придется иметь дело. Во время визита врачи специальной лаборатории должны были изучить экскременты Мао, чтобы составить заключение о его здоровье и психологический портрет. А главное, да точный прогноз, сколько еще он сможет оставаться у власти и доложить о результатах Сталину. Состояние здоровья и физическое, и психологическое, оно сказывается на волевых качествах. И насколько ему это здоровье позволяет, скажем, либо, а, противостоять чужой воле, либо, б, с этой волей соглашаться. Так величественного Мао Цзэдуна промариновали в приемной Сталина целых три дня. Исправно кормили, поили чаем. Но отлучиться председатель ЦК Компартии Китая мог только в туалет. Так выглядит система забора анализов, сконструированная специально для Мао Цзэдуна. Отвод унитаза ведет прямо в лабораторию. Эти химические исследования, которые проводились с экскрементами Мао Цзэдуна, не вывели то, что потом Иосиф Виссарионович сформулировал в одной фразе, что этот человек, это редиска, он только внешне красный, а внутри он белый. Результаты исследования легли на стол Сталину. Вождь остался ими доволен. СССР и Китай заключили договор о дружбе и взаимопомощи. Мао Цзэдун о проведенной диагностике так и не догадался. Но за долгое ожидание в приемной обиделся. Этот туалетный инцидент был всего лишь частью полномасштабного советского проекта. В тайной лаборатории искали рецепт бессмертия для Сталина. Заставляли беременеть девушек 14-15 лет. И вот оттуда уже брали плаценту. И делали соответствующие инъекции. Но это вот вроде стволовых клеток, только это все-таки более развитая метода. Руководил исследовательской группой профессор Аркадий Розенталь. Вся информация об этом человеке была изъята из архивов. Вот его единственный сохранившийся снимок. После смерти Сталина Розенталь, взяв фамилию жены, бежал в Израиль и позже оказался в Америке. Поэтому вот эта метода изучения личностных и деловых качеств политического деятеля или лидера, она попала в руки американцев. Тем временем в Союзе пришедший к власти Хрущев первым делом распорядился закрыть опасную лабораторию. Существует мнение, что ему крайне не понравился собственный психологический портрет, составленный Розенталем по приказу Сталина. Хрущев был охарактеризован как психически неустойчивый человек с низким интеллектом. Рукой Сталина на этом документе была надпись «Отправить на сельское хозяйство». Деятельность по сбору медицинских сведений о мировых лидерах продолжилась, на этот раз внутри ЦРУ. Особенно американские спецслужбы интересовало здоровье советских руководителей. Во время зарубежных визитов руководства СССР агенты в белых халатах следовали за высокими гостями неотступно и даже устраивали незаметные провокации. Малоизвестный факт. У всех советских лидеров, посещавших Америку, случалось расстройство желудка, поэтому их всегда сопровождал специальный автомобиль-туалет. Спецконструкция. Не было смыва, все контролировалось сжатым воздухом. Как оказалось, на официальных приемах в пищу советских лидеров подсыпались препараты, вызывающие диарею. В таком состоянии политики становились более податливыми на переговорах. Но это было только начало. Медицинская разведка ЦРУ пошла дальше. Определяя предрасположенность тех или иных руководителей к различным заболеваниям, спецслужбы получили в свои руки новое оружие. Теперь они знали, кого и чем можно заразить. Предрасположенность есть по существу у всех людей, а факторы, вызывающие злокачественные опухоли, они могут быть разные. Трудно поверить, но иногда болезнь может сыграть на руку самому больному. Подобная технология была опробована в 2004 году на Украине. Во время предвыборной гонки разразился громкий скандал. Кандидат в президенты Виктор Ющенко обвинил своего соперника Александра Мороза в умысленном отравлении. Изображения изуродованного лица Ющенко в считанные дни облетели весь мир. Я думаю, что кто-то из ближних его долго травил. Это чего-то подсыпали, чего-то подливали. Но я думаю, что он такой уже останется до конца жизни. Вся Украина следила за состоянием здоровья Ющенко. Речь в прямом смысле шла о жизни и смерти. Мало кто тогда ставил под сомнение реальность отравления. Официальная версия украинских властей это отравление диоксидами. Якобы там чуть ли не русский след прослеживался, что само по себе бред. В результате Виктор Ющенко победил. То ли народ возмутился нечестной игрой его противников, то ли решил, что смерть Ющенко не за горами и через год можно будет выбрать нового президента. Факт остается фактом. На следующие пять лет Ющенко стал президентом Украины. Этот человек живет и продолжает жить. И более того, даже становится нечто средним между тем, кем он был и кем он изображен на этой фотографии. Историю с отравлением Ющенко сейчас называют гениальным ходом его предвыборного штаба. Но так ли это? Это была уже придумана некая версия про злодеев, которые пытались нашего замечательного Виктора Андреевича, значит, отравить. Но доблестные украинские именики не позволили. В итоге же он вполне нормально выглядит сейчас. Действительно ли бывший президент Украины лишь чудом избежал смерти от рук агентов в белых халатах? Или его отравление было способом скрыть совсем другое убийство? В ноябре 2012-го были эксгумированы останки бывшего лидера палестинской автономии Ясера Арафата. Его преемник на посту Махмуд Аббас, не дожидаясь результатов экспертизы, заявил, Арафата отравили спецслужбы Израиля. Ясер Арафат, он умер не своей смертью, это вполне, ну, так сказать, доказанный факт, да? Ну, такое вот случается, почему нет? Израиль никогда не скрывал ненависти к Арафату, считая его своим главным врагом. Однако на протяжении десятков лет вооруженный до зубов лидер палестинской автономии оставался недосягаемым. Если вы поедете на палестинские территории, на западный берег, в Рамалу, и спросите у любого лавочника, что произошло с Раисом, то есть с президентом, он нам, конечно, скажет, что это было отравление и что оно было организовано Израилем. Это можно счесть совпадением, но смерть Ясера Арафата произошла в ноябре 2004 года во время предвыборной гонки на Украине. Не исключено, что отравление Виктора Юченко было способом отвлечь мировое сообщество от убийства по-настоящему опасного для ЦРУ лидера. Он был просто не то что кость в горле, а во всех местах, куда можно кость засунуть. Вот его устранение, об этом много писали, оно, конечно, навсегда похоронило мечты об арабском единстве и о освобождении народа Палестины. Смерть наступила во время визита во Францию, куда Арафат не смог привести свою мощнейшую службу личной безопасности. Охрану клиники осуществлял французский спецназ. Был некий мотив для его устранения, потому что смерть Арафата совпала с концом так называемой второй палестинской интифады, то есть палестинского восстания. Катарский канал Аль-Джазира обнародовал заключение ученых Института радиационной физики Швейцарии. Ясер Арафат был отравлен радиоактивным изотопом полонии-210. Следы вещества обнаружили на зубной щетке и куфе, которыми при жизни пользовался лидер палестинской автономии. Журналисты утверждают, вдова Арафата Суха знала об отравлении мужа еще в 2004 году. Почему же она молчала столько лет и лишь теперь потребовала расследовать обстоятельства смерти супруга? Я думаю, Ясер понимал, что это его последние минуты на палестинской земле. Он чувствовал, что смерть приближается. Человек всегда чувствует свою смерть. Один из самых редких элементов полонии-210 был открыт в 1898 году Пьером и Марией Кюри. Первой жертвой смертельного изотопа стала дочь его первооткрывателей Ирен. Тогда думали, что девочка умерла от лейкемии. Критическая доза полония меньше крупинки перца. При этом пронести его можно в обычной женской сумке, ведь полоний практически не испускает гамма-излучений. Смертельный механизм запускается уже в организме жертвы. Полоний не опасен при попадании на кожу или одежду, но если он попадает внутрь организма, то начинается процесс разрушения клеток. Менее одного грамма полония достаточно, чтобы убить. Попадание вещества в кровь ведет к неминуемой смерти. У жертвы отказывают внутренние органы. Основной удар приходится по печени, почкам и костному мозгу. Признаки отравления – тошнота, выпадение волос, отек горла. Сейчас Сухаарафат, говоря о состоянии мужа перед смертью, практически описывает симптомы, наблюдаемые при отравлении полониям. Это была необычная простуда. У него было сильное обезвоживание, постоянная диарея. Это точно была не простуда. Ясерарафат был одним из богатейших людей мира. На его многочисленных счетах лежало несколько миллиардов долларов. Предназначались они для борьбы за создание палестинского государства. Сейчас эти деньги бесследно исчезли. Все чаще звучит версия, что к пропаже миллиардов Арафата причастна его вдова – Суха. В 2004 году Сухаарафат отказалась от проведения вскрытия тела мужа. А врачи французского госпиталя, в котором скончался лидер палестинской автономии, так и не обнародовали причину его смерти. Он вырывался, хотел встать с кровати. Я говорила, «Ясер, не надо, успокойся, успокойся». Я села на пол, положила руки на него, он заплакал. Удивительно, но Сухаарафат предложила эксгумировать останки мужа сразу после выдвинутых против нее в прессе обвинений. Вполне возможно, что эксгумация останков бывшего палестинского лидера не более чем способ отвлечь внимание от истории с пропавшими деньгами. Радикально настроенные палестинцы зашли еще дальше. Они утверждают, вдова неспроста молчала так долго, дожидалась, пока следы радиоактивного изотопа улетучатся, ведь период распада полония-210 довольно короткий. Суху обвиняют в том, что именно она помогла агентам в белых халатах добраться до ясера Арафата, за что ей якобы предоставили доступ к личным счетам мужа, все деньги с которых в итоге исчезли в офшорах. Но прольет ли свет эксгумация на истинную причину смерти ясера Арафата? Агенты в белых халатах эффективно выводят из игры неугодные политические фигуры. Но случается и медицинская разведка терпит поражение. Достаточно вспомнить бывшего президента Египта Хосни Мубарака. На протяжении нескольких лет ходили слухи, что он неизлечимо болен раком желудка, и жить ему осталось совсем недолго. Это моментально привело к ухудшению экономической ситуации в Египте. Мы видим манипуляцию вот этими здоровьем лидеров. Спецслужбы скорее выдавали желаемое за действительное. 84-летний лидер никак не желал сдаваться возрасту и болезням. Агенты в белых халатах сумели подобраться к нему только в тюрьме, куда Мубарак был заключен во время арабской весны по обвинению в расстреле демонстрантов. После оглашения пожизненного приговора узника сразил инфаркт. Мубарак пожилой человек, действительно все ждут, что он в ближайшее время умрет на самом деле. Я удивлен, что он вообще дожил хотя бы до первого приговора. Мне казалось, что вот-вот и он уже уйдет. Вопреки ожиданиям опальный политик быстро пошел на поправку. Это породило волну слухов о таинственном суперлекарстве, вернувшем Мубарака к жизни. Агенты в белых халатах изменили тактику. Следующую попытку покушения замаскировали под несчастный случай. Даже неистребимый диктатор может случайно поскользнуться в душе. Именно это случилось с Хоснем Мубараком. Он получил тяжелую травму головы, но снова остался жив. Президент Венесуэлы Уго Чавес недавно признался, что болен раком. Онкологические заболевания диагностировали и у лидера Куба Фиделя Кастро, и у бывшего президента Бразилии Инасио Дасильва. Что за проклятие нависло над лидерами латиноамериканских государств, недружественных США? В дипломатических кругах в совпадения не верят. Президент Куба Фидель Кастро получил в народе прозвище «неуязвимый». Отравленная шариковая ручка, взрывающаяся сигара, бомба, заложенная в раковину моллюска. Это лишь некоторые из 638 способов, которыми пытались убить кубинского лидера. Безуспешно. Наконец, шпионы в белых халатах нашли верный способ. Кубинские сигары – лучшие в мире. Наряду с революцией, дайвингом, они – главное влечение Фиделя. По словам приближенных, команданты не расстаются с сигарой даже во сне. Но курение вызывает рак. Особенно, если сигары прошли соответствующую обработку в секретной лаборатории ЦРУ. Есть версия, что американские спецслужбы сделали ставку на предрасположенность Фиделя к раку и заразили его смертельной болезнью. Когда Фидель Кастро официально передал власть своему брату Раулю, все были убеждены – дни команданты сочтены. Но как бы не так. Спустя неделю Фидель пришел в себя и играл в шахматы. А через две уже ходил на костылях. Всего через пару месяцев после того, как жизнь Фиделя висела на волоске, он вернулся к государственным делам и любимым сигарам. Спецслужбам оставалось лишь признать свое поражение. Кубинская революция оказалась, пожалуй, самым амбициозным проектом Советского Союза. Возникновение социалистического государства в непосредственной близости от США и последующее размещение там советских ракет было громкой пощечиной капиталистическому лагерю. Нищая Латинская Америка отлично подходила для распространения идей марксизма. С момента своего прихода к власти Фидель Кастро стал для американских спецслужб целью номер один. Планировалось намазать ему туфли изнутри солями талия, но операция сорвалась. Эйзенхауэр, Кеннеди, Джонсон, Никсон, Картер, Рейган, Буш-старший, Клинтон, Буш-младший, Барак Обама. Это имена американских президентов, во время правления которых ЦРУ предпринимало попытки устранить кубинского лидера. Но Кастро и сейчас живее всех живых. Не случайно суеверные кубинцы считают своего лидера заговоренным. Фиделю Кастро не откажешь в дальновидности. Прекрасно помня о собственном преклонном возрасте, он уже давно искал преемника, который продолжил бы развивать социалистические идеи на латиноамериканском континенте. Таким человеком стал президент Венесуэлы Уго Чавес. Он вел бесплатное образование, он начал программу жилищного строительства для бедных, для неимущих. И, безусловно, вот это, кстати, причина, почему за него голосуют. Красная рубашка Чавеса стала таким же узнаваемым символом, как сигара Фидели Кастро или портрет Че Гевары. На ЦРУ она действует, как красная тряпка на быка. И дело тут не только в социалистических убеждениях Чавеса. В Венесуэле находятся богатейшие месторождения нефти. Чавес – это мотор, сердце всего этого латиноамериканского противостояния Соединённым Штатам. И, кроме того, это ещё не нефть, это и кровь. Это и сердце, и кровь. В 2011 году Чавес предпринял решительный шаг. Он вернул Венесуэлу весь золотой запас страны, хранившийся в американских банках. Это свыше 200 тонн золота. Буквально спустя неделю его здоровье резко ухудшилось. Вскоре Чавес заявил, что неизлечимо болен раком. В своей болезни он обвинил ЦРУ. Недавно Чавес прошёл курс химиотерапии. И у него полностью выпали волосы. Улучшений не наступило. Обращает на себя внимание не с размером маленький размер уха. А мочка характеризует запас жизненных сил от человека. То есть в данном случае мы видим, что запас жизненных сил на исходе. Критическая точка уже перейдена. И вряд ли что-то уже можно изменить. Однако существует мнение, что если Уго Чавес вернёт золотой запас страны обратно в американские банки, у него, возможно, появится шанс на спасение. Агенты в белых халатах не только разрабатывают уникальные яды, но и противоядия к ним. Ведь надежда на извлечение от смертельного недуга – лучший способ шантажировать неудобного венесуэльского президента. Сегодня это инструмент для, прежде всего, передел сферы влияния по контролю за углеводородами и за транспортировкой углеводородов. Поразительно, но одновременно рак был диагностирован и у других южноамериканских лидеров, неудобных для США. У президента Аргентины Кристины Киршнер, у бывшего президента Бразилии Инасю Дасильва. Более того, нынешний президент Бразилии Дилма Ван Руссов тоже оказалась больна раком. Соединенные Штаты применяют медицину с целью сокрушить своих оппонентов в странах Латинской Америки. Вот последние годы просто череда каких-то эпидемий. Известно, что в 40-х годах 20-го века ЦРУ проводило в Гватемале секретные эксперименты по заражению местного населения с сифилисом. Американцы проводили над гватемальцами опыты, заражали их искусственно-венерическими болезнями. Причем, кого? Заключенных и психиатрических больных. Несмотря на то, что сифилис и рак принципиально разные болезни, оказывается, заразить раком тоже возможно. Частое добавление в пищу афлотоксина вызывает рак печени. А бактерии хелиобактер пилори – рак желудка. Причина возникновения точно неизвестна, поскольку это могут быть масса всяких факторов. И мы не знаем, почему на самом деле и когда начинается перерождение нормальной клетки окополя. Самым надежным способом является радиация. Сейчас врачи в борьбе с раком используют микроскопические импланты, испускающие радиацию. Но если эти импланты внедрить в здорового человека, результат будет обратным. Скажите, было бы это удивительным, если бы мы узнали о том, что США разработали технологию заражения раком, которая держалась бы в секрете? Я никого не обвиняю. Я просто рассуждаю о возможных причинах того, что мы все одновременно заболели раком. Официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд назвала утверждение Чавеса вздорными и заявила, что никаких подобных разработок в Америке не ведется. По-другому и быть не могло, ведь у рядовых американцев накопилось огромное количество вопросов к собственному правительству. И многие из этих вопросов касаются здоровья и психического состояния политиков. Эту информацию официальная Америка тщательно скрывает. Болезнь главы государства может пошатнуть стабильность власти, особенно в авторитарных и тоталитарных режимах. Исследователь Университета Брауна Роуз Магдермотт, посвятившая множество работ медицинскому шпионажу, считает, любая информация о болезни американского президента способна нанести непоправимый урон США. Самый такой, я считаю, ужасный пример, как от здоровья одного человека изменилась судьба всего человечества. Я имею в виду президента США Франклина Делану Рузвельта. Президент Франклин Рузвельт страдал не только от полиомелита, приковавшего его к инвалидному креслу. Оказывается, за время президентства он перенес четыре инфаркта, последний из которых и свел его в могилу. Но эта информация тщательно скрывалась. Другой американский президент Вудро Вильсон был надежно изолирован в Белом доме после перенесенного инсульта. И снова населению ни о чем не сообщили. Недавно в России вышла книга бывшего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Оуэна. В ней автор, имеющий по совместительству медицинское образование, рассказывает о недугах известнейших политических лидеров последнего века. Оказывается, практически все американские президенты имели предрасположенность к смертельным заболеваниям. Поразительно, но если бы Джон Кеннеди не был застрелен в Далласе, буквально через несколько лет болезнь Эдисона превратила бы его в калеку и убила. Спецслужбы не могли допустить такого финала. Смертельно больной Кеннеди навсегда остался в памяти американцев, президентом, излучающим здоровье и оптимизм. Смотрите далее. Пропавшая рукопись Мэрилин Монро. Чего не знали американцы о президенте Кеннеди? Пессимизм, это апатия, это депрессия. Как спасали египетского президента Абделя Насара? Эксклюзивное интервью бывшего кремлевского врача Евгения Чазова. Теперь русские точно нам помогут, и мы победим. И таблетка бессмертия. Миф или секретный проект КГБ? Следы ведут в Белоруссию. Ради того, чтобы обмануть смерть, правители мира ничего не жалеют. В новом проекте «Тайны мира» с Анной Чапман. Разоблачение. Смотрите после рекламы. Джон Кеннеди – самый популярный американский президент 20 века. За неполные три года, которые он находился у власти, Кеннеди сделался настоящим символом Америки. Молодой, спортивный, красивый. Именно так должна была выглядеть Америка в глазах мирового сообщества. Правда была куда страшнее. Мало кто знает, что знаменитый бронзовый загар Джона Кеннеди был лишь способом заретушировать пигментные пятна. А вот от чудовищных болей помогали только уколы морфина. Не гнушался президент популярных богемной среде амфетаминов. Во время Второй мировой войны Кеннеди служил в американских ВМС. Катер, которым он командовал, был торпедирован. Кеннеди получил серьезную травму позвоночника. Отсутствие жизненных сил, отсутствие энергии – это пессимизм, это апатия, это депрессия. И все это вместе взятое может привести к летальному сходу. Незадолго до того, как Кеннеди стал президентом, в Америку перебрался бывший руководитель секретной сталинской лаборатории Аркадий Розенталь, тот самый, что изучал экскременты МАУ. В ЦРУ не только воссоздали точную копию сталинской лаборатории, но и переделали систему канализации на манер Кремлевской. Розенталь продолжил исследования и обучил американских разведчиков советской технике медицинского шпионажа. Именно от Розенталя Джон Кеннеди впервые услышал о секретном советском лекарстве, способном продлевать жизнь и излечивать болезни. Почему нет, если апробацию этот метод прошел, почему бы не попробовать себе? Одержимой мыслью о чудо-таблетке Кеннеди выделил из бюджета на исследование Розенталя фантастическую по тем временам сумму – 50 миллионов долларов. Однако Розенталь так и не смог синтезировать лекарства, продлевающие жизнь. Он бежал из Союза раньше, чем лекарство было создано. Существует версия, что советская разведка была прекрасно осведомлена о болезни Кеннеди. Встречаясь с Хрущевым, Кеннеди пошел на большие уступки Советскому Союзу в обмен на лекарства, способные его излечить. Но получить его не успел, поскольку был застрелен собственными спецслужбами. Осознав, что любимец всей Америки попал в прямую зависимость от Советского Союза, спецслужбы приняли решение. Многие биографы Мэрилин Монро считают ее смерть следствием любовных отношений с президентом Кеннеди. По одной из версий, актриса не смогла простить любовнику отказ уйти от своей жены Жаклин. В отместку она пообещала издать книгу, в которой собиралась рассказать американцам правду о болезнях их президента, среди которых был и сифилис. Спецагенты в белых халатах сработали четко. В ночь на 5 августа 1962 года Мэрилин Монро была найдена мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. В ее желудке была обнаружена смертельная доза барбитуратов, а рукопись книги бесследно исчезла. Я думаю, что у нее просто в какой-то момент сдали нервы, и она пригрозила все рассказать, то, что могло быть опасным для ЦРУ, что это само ЦРУ и пришила. По всему миру разбросаны секретные лаборатории, в которых медики ищут суперлекарства для своих лидеров. Возможно, одна из таких лабораторий находится на Кубе. Бывший кремлевский врач Евгений Чазов не исключает такой возможности. Согласно рейтингу Всемирной организации здравоохранения, кубинская медицина входит в первую десятку. Средняя продолжительность жизни там больше 80 лет. Однако так было не всегда. Там туберкулез страшный, люди умирают, молодые, а продолжительность жизни низкая. Врачей населения нет. И у меня была бригада кубинская. А они сказали, что я их обучал. Бывший кремлевский врач Евгений Чазов был одним из тех, кто помог Фиделю Кастро создать на Кубе лучшую во всей Латинской Америке медицину. Это слова Фиделя Кастро. Мы сидели там за столиком с ним. Вот он говорит, слушай, когда мне сказали, что приехали русские врачи бригады, я сказал, теперь русские точно нам помогут, и мы победим. Во времена Брежнева советская медицинская помощь колеблющимся мировым лидерам была поставлена на поток. Председатель КГБ Юрий Андропов подсказал Брежневу идею о том, что приобретать друзей можно не только поставляя им оружие и продовольствие, но и заботясь об их здоровье. Вскоре количество дружественных Советскому Союзу стран резко увеличилось. В советское время очень многих лидеров привозили в Советский Союз и все здесь лечили. Это очень способствовало налаживанию дружеских отношений. И в советские времена у нас друзей-то было полмира. Одним из таких друзей стал президент Египта Насар. В 60-е Абдель Насар для Советского Союза был важнейшей фигурой на Ближнем Востоке. По мнению руководства СССР, только он мог объединить арабов в противостоянии США и Израиля. Западные спецслужбы пристально следили за здоровьем лидера Египта и были готовы использовать любой повод для подрыва его влияния в арабском мире. У него оказался тяжелый атеросклероз. Были поражены сосуды ног, сердца. Чего же его лечить? Самое хорошее – это схалтубский Иван. Через две недели лечения у Чазова египетский президент не только смог ходить, но и играл в теннис. Однако вскоре Абделю Насару вновь понадобилась помощь советских медиков. Спецслужбы Египта тайно обратились к Кремлю. На этот раз речь шла о жизни и смерти. Президент находился в прединфарктном состоянии. Египетские врачи, боясь ответственности, настаивали на привлечении иностранных специалистов. По приказу Брежнева, кремлевский врач Евгений Чазов срочно засобирался в командировку. В условиях строжайшей секретности кремлевского врача доставили к черному ходу резиденции, где его дожидался Абделю Насар. Больше недели Чазов находился при президенте Египта, оказывая ему всю необходимую медицинскую помощь в помещении, заблокированном охраной. Когда опасность для здоровья высокопоставленного пациента миновала, Чазова ждало новое испытание. Спецслужбы подослали к нему агента, против которого мало кто мог устоять. Она так подходит, смотрит на меня, а не помочь вам для сна. Я готов вас помочь, помочь вам раздеться и так далее. Я захлопал глазами. Я говорю, вы знаете, я привык сам. Попытка поймать на секс-крючок кремлевского врача не удалась. Вскоре он благополучно вернулся в Москву. А лидер Египта Абдель Насар благодаря советской медицине обрел еще три года активной жизни и политической деятельности. За спасение Насара его противники приговорили Чазова к смерти. Недосягаемому советскому медику отправили символичное послание. При странных обстоятельствах погибла его египетская переводчица спустя всего неделю после отъезда Чазова в Москву. Но кто теперь оберегает лидеров Латинской Америки? Несмотря на смертельное заболевание, Кастро, Чавес и Сильва до сих пор живы. Конечно, это может являться совпадением, но каждый раз, когда их жизнь висела на волоске, в страну с визитом прибывал Александр Лукашенко. Ну вот и Лукашенко знает какой-то секрет, но об этом разве кто-нибудь скажет? Это же строжайшая тайна. После этого больные тут же шли на поправку. И смертельная болезнь отступала. Может быть, Лукашенко привозил своим политическим союзникам таинственное лекарство, продлевающее жизнь? Политическая судьба Александра Лукашенко вызывает недоумение. Он открыто заявляет о своем неприятии американской системы, демонстративно встречается с оппозиционно настроенными Западу лидерами. От политики, которую Лукашенко проводит в Беларуси, у демократической Европы волосы встают дыбом. Возникает закономерный вопрос. Почему же его до сих пор не постигла судьба Саддама Хусейна, Каддафи или Арафата? Возможный ответ кроется в дальнейшей истории секретной сталинской лаборатории, созданной Аркадием Розенталем. После бегства Розентали в Америку оставшаяся часть команды продолжила свои исследования. И легендарная кремлевская таблетка бессмертия все-таки была найдена. Мы сейчас находимся в мире совершенно новых технологий, о которых мы и не знаем, например. Особенно мало мы знаем о технологиях спецслужб. У них свои закрытые исследовательские центры. Существует мнение, что на самом деле Хрущев вовсе не распускал сталинскую лабораторию. Это была ширма для Запада. Якобы случайный побег Розентали в Америку был тщательно подготовленной операцией КГБ, цель которой состояла в том, чтобы рассказать американскому президенту Джону Кеннеди о поразительном лекарстве, способном излечивать любые болезни, и поставить его в непосредственную зависимость от Советского Союза. Сами же исследования продолжались полным ходом, но лаборатория была перевезена в Белорусскую СССР. Согласно этой версии, сейчас секрет лекарства находится в руках Александра Лукашенко. И именно он определяет, кто из мировых лидеров будет жить, а кто умрет. Доктор Фауст в обмен на вечную жизнь продал душу дьяволу. Ради того, чтобы обмануть смерть, правители мира ничего не жалеют. Мы не утверждаем напрямую, что таблетка бессмертия существует, а секрет ее производства надежно спрятан в подземных лабораториях Лукашенко. Но если это так, четвертый срок белорусского президента далеко не последний. Многие факты имеют другое. Субтитры создавал DimaTorzok